Здравствуйте, меня зовут Регат. Я изучаю русский язык в Дамасском государственном университете на первом курсе. Я не раз слышала выражение богатенько-буратино. Что оно значит? Кто такой Буратино? Мне очень интересно узнать ответ. Здравствуйте, уважаемые зрители. В 1936 году великий русский писатель Алексей Николаевич Толстой опубликовал повесть-сказку «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Главный герой книги – деревянный мальчишка с длинным носом по имени Буратино. Его отличают наивность и легкомыслие, но в то же время он смел, решителен и благороден. По ходу развития сюжета Буратино проходит через многие испытания и сталкивается с многими противниками. Помимо прочего, он становится жертвой мошенников – лисы Алисы и кота Базилио, которые выманивают у него последние деньги. Книга о Буратино приобрела огромную популярность и до сих пор входит в число самых читаемых произведений детской литературы. Не менее успешным стал и снятый в 1975 году режиссером Леонидом Нечаевым музыкальный фильм «Приключения Буратино». Одной из режиссерских удач стало приглашение на роль лисы Алисы обаятельной актрисы Елены Санаем. Собираясь пообедать за счет Буратино и намекая хозяину харчевне, что у Буратино есть деньги, она очень выразительно говорит «веселенький Буратино», «остроумненький Буратино», «богатенький Буратино», выделяя при этом последнее словосочетание голоса. Выражение «богатенький Буратино» стало крылатым и прочно вошло в русский разговорный язык. Его используют, когда говорят о богатом человеке или о человеке, у которого в настоящий момент больше денег, чем у окружающего. Употребление фразы может быть намеком на то, что говорящий хочет поживиться за счет того, кого он называет богатеньким Буратино. Русский язык – великий, могучий и тесно связанный с великой русской культурой.